В преддверии предвыборных скачек каждая политическая сила ищет пути как бы насолить своим оппонентам. Кому-то фантазии хватает только на привлечение политтехнологов или регистрацию однофамильцев, а кто-то нанимает серьезную артиллерию политических троллей. Одних технических кандидатов используют в темную, и за это они получают нескромный гонорар, другие же ради рейтинга и скандала, и в челюсть готовы получать и спину под палку подставить. Секретные материалы расскажут, кто превратил выборы в Чернигове в цирковую арену, и чью репутацию таки удалось подмочить. Политический троллинг. Есть такая профессия. Здравствуйте, Арсений Петрович. Когда вы планируете извиниться за свой выход? Это когда один из кандидатов к процессу выборов подключает специально обученных людей, единственная цель которых – всячески дискредитировать конкурента, превратив голосование в цирковое выступление. Все эти скандалы, которые происходили на 205-м округе, они для чего? Для того, чтобы снизить явку. Репрезидент разочаровался. Они это, судя по всему, успешно добились. Недавно такой цирк приехал с гастролями и в Чернигов на 205-й округ. Тут на довыборах Верховный Совет состязались более 80 кандидатов в народные депутаты, большинство из которых попросту подставные. Слово технические, он все объясняет. Однофамильцы, пенсионеры и даже безработные. Он не имеет значения, какая его дальнейшая судьба, предыдущая судьба особенно не интересует. Его интересует определенная функция. Все, он получает за это деньги. Но больше всего внимания к себе обращали именно политические тролли. Геннадий Адольфович, ну это последний же съезд уже в партии регионов. Почему последний? Только все начинается. Ну, а раз же, что посадят все. Посадят, я думаю, вы знаете, от тюрьмы от сумы не зарекайся. Тебя тоже, кстати, могут посадить. Ну, ты к меня-то зашел. Ты же там морковочку давал кое-кому. Это Алексей Дурнев, ведущий и активист политического троллинга. Говорят, что есть все-таки люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Выделяете ли вы их для себя? Или вы здороваете с ними и общаетесь так же, как и со всеми остальными? Его сложно не заметить в местах большого скопления политической и сшоу-бизнесовой элиты. Он очень сильно связан был с партией регионов. Длительное время они использовали его против Арсения Цинюка, против Порошенко. Арсений Петрович, возьмите морковку. Арсений Петрович, как символ президентской власти. Вручаю вам. Чтобы я тебе ебаный засунул. От Владимира Петрова вам приветик. Натренировавшись в Остроумии на столичных просторах, профессиональный провокатор начал зарабатывать на гастрольных турах. В Одессе всегда весело. Мы уже там это делали. Одесса очень юморной город. Ощутить на себе всю мощь юмора бывшего телеведущего посчастливилось одесскому мажору Алексею Гончаренко, выдвиженцу блоком Петра Порошенко на парламентских выборах. Я думаю, этот штаб был организован ЦРУ на деньги дочери Тимошенко, которое она получила, вывезя в Румынию украденную машину. Результат был незамедлительным. Выборы Гончаренко провалил. А Дурни в нагребне успеха решил поупражняться снова на новой жертве. Депутате от фронта перемен Владимире Родины. Владимир! Не нужно бояться никого! Он снова отработал вложенную в него копейку и помог своему очередному клиенту Сергею Кивалову пробраться под купол. Дурни в длительное время сотрудничал с партией региона. Он всегда работал на них. Он как бы это был и там скажем так их там постоянный там подрядчик. 4 марта я проголосую за Владимира Владимировича Путина. В Чернигове Дурни и его команда устроили красочное представление. На сей раз он сам был кандидатом в нардепы, но за себя агитировал мало, зато вдоволь побросался секс-игрушками по своим конкурентам. В ответ пришли спортсмены и посыпались удары тростью. В общем представление получилось скандальное, что и было основной целью черниговских гастролев Дурнива. На 205 округе Дурнив выступал не сам, а со своей труппой. У меня морковка, сладкая головка. Поучаствовать в выступлениях удалось и его соратникам. Краткосрочному советнику министра стыця Александру Барабошко. Я Барабошко, вкусная картошка. И журналисту Василию Крупчаку. Я томат, превратим наш округ в ад. Каждый из трио был зарегистрирован как кандидат в народные депутаты. Естественно, между собой у них никакой конкуренции не было. Сейчас мы начали встречаться с выборцами максимально разными. От спілкувания с бабусями на лавочках, на пляже. Я вчера проводил встречи с красивыми девчатами. Кандидаты, которые были зарегистрированы по всей вероятности штабом Березенко против Корбана, которые выполняли функцию таких клоунов. То есть они там производили некий контент очень смешной, наверное, для кого-то. Художественный руководитель и непосредственный продюсер этого представления Владимир Петров. Чтоб я тебе ебаный засунул. От Владимира Петрова вам приветик. Владимир Петров, он же люмпин, а там всего лишь, скажем, такой грязный. Его даже не за политехнолог, он выборами не занимается. Он занимается просто чернухой. Желая протолкнуть уже позабытых цирковых артистов и обеспечить себе безбедное будущее, он, наверное, еще не раз согласится на подобные мероприятия. В одном случае амбиция Петрова заключалась в том, чтобы обгадить основных кандидатов, показать свой потенциал на выборах, и сказать, вот видите, мы смогли сработать против всех. И таким образом, такая вот реклама, интересная реклама для следующих выборов местных, чтобы получить, возможно, какие-то новые заказы. И политический раскрас заказчика их уже вряд ли остановит. То есть фактически запрос на ту или иную технологию формируют не политические консультанты, а сами кандидаты. Секретные материалы в ожидании новых выборов, так как наверняка увидим там старых знакомых.